Что вы делаете для того, чтобы у вас был секс? Я часто задаю такие вопросы, когда ко мне приходит пара, либо приходит кто-то один из партнеров с темой именно секса, с пониженным либидо, если уже не хочется секса с партнером. Мы любим друг друга, у нас все здорово, все классно, но вот в теме секса как-то у нас не очень все хорошо. Мы перестали хотеть друг друга, либо там секс как-то стал возможно однообразен, но по большей части, что да, вот если случается классно, но вот как-то вот чтобы случилось, это вот нужно, чтобы действительно сошли звезды. Вот, поэтому я спрашиваю, а что вы делаете для секса? И есть такое понимание у многих, представление, что вот мы поженились, там, ну неважно, стали встречаться, и вот эта страсть, которая была в первые два года, в первые полгода, год, она будет сохраняться на протяжении всей-всей-всей жизни. Что, конечно же, является неправдой, неправильным представлением, потому что в первые два года у нас, мы получаем такой гормональный коктейль. В первые два года, вообще такая влюбленность, да, вот отделение, отличие влюбленности и любви. Когда мы влюбляемся, наша, в общем, наша эволюция, природа, она заточена на то, чтобы мы вот в этот период быстрее зачали ребенка. Поэтому у нас такой гормональный коктейль, мы влюбляемся, мы не видим каких-то недостатков партнера, у нас дикий страстный секс, мы просто хотим друг друга, просто посмотрев друг на друга. А для нас, для нашего организма сложно постоянно быть в таком состоянии, потому что это огромное количество гормонов, это огромное количество энергии тратится, да, нашим мозгом, нашей психикой. Более того, вспомните, что вот эта страсть, вот эта энергия, которая у нас появляется, за счет чего? За счет того, что мы не особо-то уверены, будем ли мы с партнером или не будем. А когда мы начинаем встречаться первые полтора года, мы не знаем, будем ли мы вместе или нет. Конечно же, мы там все делаем для того, чтобы мы были вместе, мы делаем друг другу всякие там подарочки, приятные штуки, вещи, вот отмечаем разные вот маленькие годовщины, делаем сюрпризы друг друга, там танцы сексуальные, просто какие-то там подарки своими руками, какие-то памятные штуки. Да, мы делаем все, чтобы понравиться партнеру, мы где-то умалчиваем, возможно, что нам не нравится, где, ну, тоже не самая, конечно, классная стратегия, но тем не менее, да, мы опять-таки не выкатываем весь, наверное, ну, стараемся быть хорошими, да, такими, мы стараемся понравиться партнеру. И вот пока это время, пока мы не уверены, будем ли мы с партнером, не будем ли мы с партнером, вот эта страсть, она как раз у нас есть. Ну и плюс, да, то, что я сказала, вот на начальном периоде, начальном этапе природой задумано так, чтобы мы вот родили ребенка. Дальше нам не нужно, да, природе не нужно, чтобы у нас был постоянно вот этот гормональный коктейль, почему? Потому что мы должны направить наше внимание на ребенка, а уже не на партнера, когда он маленький, да, я имею в виду, там, никогда 5 лет, там, 3 года. Ну, когда ребенок совсем маленький, когда родился, разумеется, нам нужно направить все внимание на ребенка, и нам не нужны уже никакие страсти, да. Вот эти, вот за эти первые 2 года, это был период, когда мы вот рожаем ребенка, задумано природой. Но у многих есть представление, что, ну вот нет, вот эта страсть, она должна быть, а когда она проходит, многие думают о том, что, ну, может быть, любовь прошла, или что-то как-то не то в наших отношениях. И начинают искать новые отношения, где появляются, разумеется, все вот эти бабочки в животе. Но, разумеется, спустя какое-то время, если вы не будете работать над вашей сексуальной энергией, о чем я сейчас буду говорить подробно, то ваши отношения станут точно такими же, как вот и с предыдущим партнером. 2 года будет все очень классно, а потом, ну, как-то не будет вот этой страсти. Конечно же, есть люди, которые вот выбирают, да, свободные люди, возможно, люди таких профессий творческих, выбирают, чтобы поддерживать себя вот постоянно вот в этом состоянии. Влюбился, прожил 2 года, дальше влюбился, прожил 2 года, кто-то дальше влюбился, прожил 2 года. Ну, тоже выбор, почему нет. Но если мы говорим о долгосрочных таких отношениях, длительных отношениях, то здесь вопрос, что вы делаете для секса? Есть, наоборот, нет, нет понимания того, что действительно для того, чтобы нам было интересно в паре друг с другом, нам нужно подпитывать друг друга, нам нужно подпитывать наши эмоции, нам нужно подпитывать вот эту нашу сексуальную энергию друг у друга. И нужно понимать о том, что, почему вообще вот эта энергия, она, ну, скажем так, уходит. Потому что, когда мы начинаем встречаться, когда мы начинаем влюбляться, у нас вырабатывается, да, в высокой степени адреналин, тестостерон, у нас вырабатывается также и кортизол, это вот гормон стресса, который нам помогает вот как раз быть на, в тонусе, да, таком пребывать, в том числе, который там будет влиять как раз и нашу сексуальную энергию. А потом, когда пары встречаются уже там дольше, то начинается выработка окситоцина. Окситоцин это у нас гормон привязанности, гормон нежности, гормон доверия, окситоцин и вазопресин. Вот эти два гормона, которые влияют на отношения. С помощью, благодаря, да, не с помощью, благодаря вот этим отношениям, отношениям гормонам, мы выстраиваем долгосрочные отношения. Потому что здесь появляется привязанность, доверие, нежность, именно благодаря вот этим гормонам. Но, когда появляются вот эти гормоны, они, получается, скажем так, приходят взамен на вот эти гормоны, гормоны, которые нам дают страсть. Кажется, он понижается. Поэтому мы начинаем больше любить друг друга такой нежной любовью, но страсть из этого уходит. И нужно хорошо понимать, что это нормальный процесс. Это не может быть по-другому. По-другому может быть, если уже психические отклонения у человека. Ну, тогда да, да, там уже какие-то гормональные проблемы, сбои. А в нормальной ситуации у психически здорового человека вот будет именно вот так. И тогда нужно что-то уже делать для того, чтобы ваш секс, ваша страсть, ваша энергия ее подпитывать. Конечно, не надо себя питать иллюзиями, что это будет тройно так же, как было в ближайшие два года. Ну, нет, за счет того, что вот это у нас нет вот этого скачка гормонального. Но наряду с вот этой нежностью, с вот этой привязанностью, хорошей такой привязанностью, мы можем сохранять, тем не менее, вот эти сексуальные отношения, энергетику и страсть. Не такую, как раньше было, но тем не менее. Здесь такая же, знаете, идея, как идея над тем, что над отношениями нужно работать. Многие говорят о том, что, ой, фу, работать над отношениями, что за бред. Нет, идея, как будто само собой, вот мы поженились и до 70 лет мы счастливы. Да, просто так, само собой все случается. Разумеется, ничего не случается само собой. И действительно, если вы хотите получить здоровые, крепкие, классные, крутые отношения, то, разумеется, это работа. То же самое и в теме секса. Не будет происходить все само собой. Это тоже ваша работа. Здесь, что можно делать, да? Ну, если мы говорим про женщин, то, конечно же, конечно же, поддерживать вот эту сексуальную энергию в себе, развивать сексуальную энергию. Таким образом, вопрос, хотите ли вы сами себя, как вы поддерживаете вот эти отношения, которые у вас есть, там, переписочки, есть ли у вас флирт, или, опять-таки, да, все, у нас роль мамы, папы и все. Есть ли у вас флирт в отношениях, как вы сами себя заряжаете, вот именно как женщина. То есть, доставляете ли вы себе какие-то даже просто радости, удовольствия, в том числе и сексуальные, чисто, да, вот для себя, в том числе и мастурбация. Работаете ли вы над вашим сексуальным аппаратом, то есть фантазируете ли вы о сексе. Это то, что позволяет сохранять вот эту сексуальную энергетику. Что вы делаете для себя, чтобы ваши, чтобы какие-то, знаете, такие вещи, где есть там условно вот секс, ну, к примеру, я имею в виду танцы, да, что вы можете дома танцевать перед зеркалом, включить классную музыку, смотреть на себя красиво, красиво, в красивой одежде и танцевать, глядя на себя, вырабатывая вот такое восприятие того, что, блин, какая я классная, какая я красивая, как вообще я сама себя хочу. Какие-то, да, вот я сказала, приятные вещи ино-женские именно для себя. Фантазируете ли вы, представляете ли вы, да, возможно, когда проходит какая-то пара. Здесь я тоже могу подумать, а как они занимаются сексом между собой. То есть, скажу, да, вот постоянно, ну, не постоянно, но часто вот этот секс крутить в голове, чтобы вот эта сексуальная энергия, она сохранялась у вас. Здесь, конечно же, тоже момент такой для пары. Планируете ли вы секс, когда вы уже в долгосрочных отношениях? Понимание того, что секс должен происходить сам собой, случайно, а вот если он не происходит, то все, что-то с нами не так, это тоже такая не самая классная идея, потому что нету ничего странного, нету ничего плохого, если вы планируете секс. Разумеется, не должно быть такого, что все, мы запланировали, блин, а я не хочу, а я что-то устала, а я вот должна, да, я должен. Ну, нет, конечно. Но, в общем, да, если мы планируем, мы думаем, блин, классно, вот можно сходить там в пятницу, да, мы выбираем время только для себя с партнером, мы идем там в красивый ресторан, я красиво одеваюсь, красивое у меня нижнее белье, там какая-то прическа, не прическа, но тоже по-вашему, да, разумеется, по-вашему ощущениям. Мы на пятницу планируем массаж для друг для друга, покупаем там определенные свечи. Это, разумеется, тоже планирование. И это здорово, если у вас есть это в паре. То есть ни в коем случае не нужно это пренебрегать, ни в коем случае не нужно думать о том, что если вот оно само собой не случается, значит как-то что-то не то, и все. Это вот как раз и есть вот эта работа. Вы работаете над собой. Также, да, можно работать, если с женщинами, с женщинами можно делать интимный самомассаж, то, что тоже я даю на консультациях своих. Можно делать интимный самомассаж, который повышает либидо, повышает время, ускоряет время, когда у вас повышается либидо, когда вы увлажняетесь. И в общем, да, это также работа с сексуальной энергией. С вот этим чувством, что все, нету такого, что все, я больше не хочу, я там, не знаю, старая дева, мне всего лишь там 40 лет, да, я секса больше не хочу. Нет, вот мы работаем над тем, чтобы вот это желание, какое-то вот сексуальное, ну, как я сказала, энергетика, она вот присутствовала в вашей жизни. То есть здесь задача в том, что вы работаете как и с собой, но по большей части с женщинами, с мужчинами там немного проще в этом плане. Если нету там никакой депрессии, какого-то стресса, да. Вот здесь, конечно же, вопрос, что у женщин по-другому немного работает возбуждение, поэтому с женщиной вы работаете и с собой, вот с вот этой сексуальной энергией, которую переносите в пары, в пару, но и также вы вместе с партнером работаете над отношениями, над именно сексуальными отношениями в паре. То есть вопрос еще раз, а что вы делаете, чтобы у вас был секс? Вот, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, приглашаю вас к себе на консультации. Я провожу онлайн и провожу лично в Берлине. Подписывайтесь, да, сказала, на канал. Также есть телеграм у меня, инстаграм, все ссылки внизу. И хорошего вам дня. Встретимся в следующем видео. Пока.